Работа длиною в четыре года. Именно столько времени прошло с тех пор, как в Брестском областном Кровеческом музее была торжественно открыта первая очередь экспозиции, охватившая историю Брещины от первобытно-общинного строя до первой четверти XX века. Ровно столько же лет понадобилось и для создания второй ее части, воссоздающей три периода. Брест польского времени, в годы Второй мировой войны и на современном этапе истории. В каждом зале экспозиции ряд интерактивных моментов. К примеру, сенсорная панель с документальными или видеоматериалами и играми, виртуальное окно с изображениями важных событий и историй в реконструированном кабинете Петра Мироновича Машерова, многочисленные инсталляции и другие детали. Дополняли выставку, привнося настоящий дух того или иного периода, подлинные предметы из фондовых коллекций музея. Это и икона Божьей Матери Астаробрамской, это клад бонов польского бронетанкового батальона, это подлинная сумка комиссаров имена, это настоящий печатный станок подпольной газеты «Заря», которая выходила в годы оккупации, это подлинные вещи Петра Мироновича Машерова, космические инструменты, которыми пользовался наш космонавт, наш земляк Петр Климук и так далее. Особый интерес у гостей выставки вызвал зал межвоенного города над Бугом, в котором представлена интерактивная зона. Фрагмент улицы, точно передающий атмосферу того периода. В окнах силуэт у людей, одетых по моде 20-х годов и прогуливающихся по улице 3-й мая, нынешней Пушкинской. В центре композиции телефонная будка, в которой подлинный телефон польского производства 30-х годов. У подножия конструкции не менее интересный и уникальный экспонат. Вы видите плитку-трелинку, ее фрагменты. Плитка это по имени польского инженера-строителя, который изобрел ее. Владислав Трелинский его звали. Стала называться Трелинкой. Вот такой плиткой Трелинка были выложены, ну, во-первых, центральные улицы крупных населенных пунктов нашего полейского выводства, и улица, и, простите, дорога. Первая дорога с твердым покрытием от Бреста над Бугом до Пинска, которая была построена в 1938 году. Строилась она два года. Фрагмент двери Кобринской тюрьмы с подлинным замком и ключом – подпольная типография газеты «Заря военного времени». Реконструкция универсального магазина 60-х-80-х годов с уникальными товарами брестского производства, среди которых легендарная стереомагнитола Бересте и привет из детства кукла-неваляшка. Предметы, представленные в экспозиционных залах, составляли одну цельную картину – достоверную иллюстрацию той или иной эпохи. То, что я увидел, я просто рад за своих коллег, горжусь, что это наконец-то получилось. Долго мы этого ждали момента, я не сомневаюсь, почему я говорю «мы». Потому что начиналась эта работа в бытность, когда я был начальником управления культуры. Мы только пытались что-то делать, а вот сейчас виден замечательный, я считаю, результат. Ну, это связано с тем, что в нашем областном краеведческом музее шикарные фонды. Поэтому материалы просто потрясающие, на мой взгляд. Благодаря открытию второй очереди экспозиции, сегодня обрещание и гости города могут совершить полноценное интерактивное путешествие в любой исторический период жизни города Бреста. Безусловно, такая живая ретроспектива поможет посетителям музея стать непосредственными участниками того или иного исторического периода города над Бугом.